Продолжаем по револьверу Нагана. Соответственно, да, несмотря на то, что Смит и Вессон первыми придумали экстракцию гильз, с откидным барабаном, у них даже на тот момент револьверы были не самозарядные. То есть каждый раз приходилось для выстрелов заводить курок у револьвера. Но даже на тот момент времени у них были откидные барабаны, чтобы можно было барабан откинуть, как на том же самом Питоне. Просто гидзы выбить и зарядить. Здесь же система максимально, ну, выражение сложно подобрать, какая она, но скорее максимально хреновая, скажем так, потому что необходимо было выдвинуть этот экстрактор, развинтить, это заметьте в середине боя, когда вам надо перезарядить револьвер. Опять-таки же пододвинуть скобу экстрактора, если бы она еще двигалась нормально, было бы совсем хорошо. А она хрен двигается, только что двигалась, сейчас перестала. Вот, пододвинулась. Время сточило ударно-спусковой механизм, значит, это когда-то, как братья. Да, да, это да. Ну, 50 на 50. Да, 50 на 50. Вот, соответственно, откидываем в сторону, берем и сам экстрактор, но он не должен выходить, здесь должен быть болт, вот здесь находится упор, то есть он дальше этого уровня не выходит, здесь этого болта нет, он сгнил уже сам. Берем и по одной гильзы экстрагируем вот таким вот образом. Берем раз, берем два, это, заметьте, середина боя идет, берем три, берем четыре, берем пять, берем шесть, берем семь. Дальше, обратно, завинчиваем, достаем патроны, ну вот отсюда, допустим, вот у нас в кобуре здесь патроны, достали отсюда патроны, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Зарядили, можно стрелять. Суммарно, сколько минут на перезарядку, ой, секунд на перезарядку? Минута примерно, много, крайне много. Поэтому были модификации с шестизарядным барабаном и с семизарядным барабаном. Поэтому, блин, ну, можно так сказать, что револьвер фактически был только на шесть или только на семь патронов, потому что в середине... Семь выстрелов и один удачный бросок. Да, 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 можно и так сказать, потому что, ну, вот этим вот заниматься, вот этой вот хренью в середине боя, ну, это проблематично. А касательно того, чтобы вытащить сам барабан, для этого необходимо было сделать следующее. То есть, да, можно же, получается, зарядить барабан, носить с собой дополнительный барабан. Но никто не даст солдату или офицеру, и офицер может купить дополнительный барабан, а солдату никто дополнительный барабан не выдаст. Вот. Это мы уже вот пытаемся, да? Да, это мы пытаемся поменять барабан. Мы вытаскиваем шомпул. Ну, это не шомпул, шомпул находится вот. Ага. Разрешите еще раз нож, карманы ваши. А, ножик еще нужно. Да, 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 но еще нужен ножик. Так просто выкладку отсюда не достать. Очень аккуратно, так же. Да, спасибо. Подцепляем это все дело. Раз. Опа, выточили выкладку. Вытаскиваем выкладку, вытаскиваем, вытаскиваем, вытаскиваем. Хрен она вытаскивается. Несмотря на то, что здесь все в масле. О, вытащили выкладку. Теперь берем и можем вытащить барабан. Вот мы вытащили барабан. Собственно говоря, что внутри? Внутри барабана находится пружина. Барабан по конструкции стандартный. Пружина для того, чтобы можно было вставить барабан обратно в револьвер. Вот здесь находится вот такой вот штифт. И этот штифт нам надо загнать так, чтобы, да, у нас срабатывала пружина, но пружина не выскакивала из барабана. То есть мы проворачиваем ее до небольшой выточки в барабан, тогда мы ее можем вытащить. Соответственно, когда вставили обратно, провернули, мы ее вытащить не можем, а пружина срабатывает. Допустим, зарядили. После этого вставляем барабан в револьвер. А теперь самое любопытное. Нам нужно попасть на то, еще раз сейчас вытащу, покажу, чтобы собачка, которая вот здесь, вот она собачка, она попала именно на зубья барабана, никак не иначе. То есть нам этот барабан надо еще подгонять, когда мы его вставили. То есть его, во-первых, хрен вставишь. Во-вторых, надо подобрать все это дело так, чтобы собачка, ну вот он не двигается, вытаскиваем снова его. Офигеть вообще. Вытаскиваем снова его, вставляем снова. Пружина не срабатывает. Опа, сработало, наконец-то. И вот он чуть пододвинулся, но я надеюсь, что будет собачка работать. Берем шток и вставляем его обратно в барабан. И закрепляем. Мы закрепили. Берем экстрактор. Ну, он не должен выходить отсюда, там должен быть болт, как я уже говорил. Но он также закручивается. Все, барабан прокручивается. Ну, это две минуты. Это даже дольше, чем стандартно. Поэтому смысла я не вижу. Тем более шток. Из-за того, что ударные нагрузки приходятся из-за выстрела на сам шток в барабане, он очень часто клинит, вот как сейчас. И его без ножа особо голыми руками не повытаскиваешь. Такая конструкция. Это кабура стандартная к револьверу Мосина-Нагана. Потому что, когда закупали револьверы Нагана, соответственно, на... Ну, и винтовка, кстати говоря, Мосина-Нагана. Потому что был в Министерстве обороны один человек, которому граф Мосин очень... Ну, на тот момент он еще не был графом. Он ему очень не нравился. И поэтому он приписал к названию винтовки еще название Наган. Хотя к Нагану и его компании это не имеют никакого отношения вообще совершенно. Кабура носилась стандартно, при необходимости отстегивалась, вытаскивалась револьвером. Все очень просто. Ну, на солдатской версии, естественно, каждый раз надо было заводить курок. Хорошо. Все понятно. В солдатской версии каждый раз надо было заводить курок. В офицерстве это ответственно вот так. Ну, по револьверу Нагана можно сказать это... Ну, по револьверу Нагану.